В Алматы обсуждают, каким будет новый международный пассажирский терминал от иностранной компании TIV Airports. Планируется, что воздушная гавань сможет принимать до 14 миллионов пассажиров в год. Напомню, эта компания выкупила аэропорт Алматы в прошлом году. Строительные работы уже начались, но до сих пор кипят споры о судьбе старого здания ВИП-терминала. Станет ли аэропорт Алматы грузовым узлом Центральной Азии? Удастся ли иностранной компании TAV сохранить исторический облик здания ВИП-терминала? Сегодня прошли общественные слушания по обсуждению дизайн-проекта нового международного терминала. Что волнует алматинцев? Меня это в первую очередь волнует, чтобы я мог куда-то летать с семьей, с друзьями и встречать гостей. Поэтому я задал вопрос, как в проекте предусмотрена именно компания вроде бы TAV заграничная, взяли, купили и заказчикам ответственность, чтобы была, как доступность предусматривается в этом проекте. Активист попросил обязательно пригласить его на стройплощадку. Международный терминал в Алматы однозначно нужен, считают эксперты. На сайте воздушной гавани презентовали два варианта проекта нового аэропорта. Но не тот, не другой вариант. То есть не сохраняет аэропорт. Мы требуем сохранения первого здания аэропорта. Не второго, а первого здания аэропорта. Тот, что с башней. Оно находится на оси улицы. Это такая завершающая видовая точка. И его нужно сохранить. Плюс это первое построенное здание в Казахстане. Вот именно в период уже Советского Союза. И это первое здание Казахской республики. Решения пока еще нет. Мы начали строительство. Строительство идет по существующим разрешительным документам, где учитывался перенос здания. Но все равно мы сейчас посмотрим на мнение общественности, учтем какие-то вопросы. И там уже будет принято консенсуальное решение о том, как действовать нам дальше. Общественные слушания продлятся до 4 августа, пока компания принимает все рекомендации у себя на сайте. Жамал Габдулина, Влад Шишко, Информбюро Алматы.